Утречко! Отличный денёк для охоты! Хе-хей! На связи Чандер, Лелуш и Альмина у нас присоединяются. Короче, мы просто вот решили начать запись, поскольку у нас паук есть. Это, знакомьтесь, это товарищ Вольф. И этот товарищ Вольф у нас в листе. Кто-нибудь из нас сейчас попробует его приманить, кто-нибудь, по всей видимости, я. А кто-то другой будет бить его с жопы. Кто-то другой Лелуш. Иди и бей его с жопы. Ну давай, только аккуратно. Давай, кали его! В задницу прям кали! Он развернулся? Паук Вольф! Сколько у тебя хп! Мужик, ты в порядке? У тебя всё вообще нормально в жизни, я не понимаю. Вы видели, сколько здоровья у него? Он, по-моему, не рад, что я ему по заднице бью. Да, мне кажется, он не очень доволен, но это работает. Эх! 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 Ребят, первая битва против Паука Вольфа. И, по всей видимости, мы сможем его одолеть. Надеюсь. О! Оглушил! Прекрасно! В игре, поскольку багов нет, ну, тех самых, которые... Ну, вы поняли, да? Здесь есть только жуки, собственно. Поэтому Вольф у нас вот так вот в листке нет, он не застрял. Он просто решил отдаться, понятное дело. Но, тем не менее, первое убийство Паука Вольфа, и при всём при этом мы получим ещё ачивку за это, оно выполняется вот таким вот образом. Поэтому ищите, просто ищите да обрящите, как говорится. По-моему, Рорусу пытается его ударить, и у него иногда даже это получается. Ты ему прям в лицо, что ли, бьёшь? Погоди, не добивай, мне нужно его на скриншот попробовать сделать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, не добивайте, да вдруг вам ачивку выдадут. А ты хочешь тоже? Пау, получишь ещё, получишь. Так, всё, ну, я надеюсь, что пойдёт. А как отключать интерфейс, кстати? Ой, посмотри на зэточки, может там новые появятся. Зэд? Открыть карту, оставить отзыв. Фоторежим есть. О или П было, по-моему. Другие игроки пока не готовы войти в фоторежим. Или К. Альмина, видимо, не готова войти в фоторежим. Но я думаю, фоторежим это оно и есть, Оль. Или Эль. Эль. К. Нет, не работает, но это не важно. В общем, ладно, надеюсь, что как-нибудь получится и хорошо, да. Всё, паука-волка мы тогда дорубаем до конца. Добиваем сейчас. Получаем ачивку и радуемся жизни. На самом деле эффективнее действительно бить с размаху. Оп. И выносливости тратится меньше, и в целом всё классно. Оп. Рорусу добил, по всей видимости, ему выдали ачивку. Выдали, да? А мне не дали. Оля у нас, кстати, двигается, ребят. Так, разобрали. Оля не играет из этого, как на этого место. Добылся паучий клык и добылся паучий яд. Жопа паука добывается, видимо, с жёлтых. С Вольфа не добывается. Не дали достижения. Не дали. Значит, нужно, чтобы именно добил... Не дали. Не дали? Да. В смысле, не дали? Как-то не дали. Только что Вольфа убил. О боже. Короче, ребят, почему мы удивляемся, что Альмина у нас ходит? Причина очень простая. В общем, благодаря... Это же Obsidian, понятное дело. Они разработали такую великолепную игру, как Fallout New Vegas. Это лучшая из Fallout, а, конечно... Фу, господи, как это тяжело было сказать. Это самая, на самом деле, худшая игра. Только дегенератам она нравится. Так вот. Эта говностудия, она не умеет абсолютно оптимизировать игры. Именно поэтому Альмина рядом с водой у нас вылетала где-то порядка 8 раз. И вот сейчас она смогла зайти и дойти досюда. До этого просто она вылетала постоянно. Ее игра выкидывала. Поэтому, если у вас компьютер подходит по рекомендуемым... Подходит, подчеркиваю, по рекомендуемым требованиям. Не играйте в эту игру. У Альмины компьютер подходит по минимальным требованиям. Игре срать. Потому что студия говно. Уж извините. Что есть, то есть. Ладно, мы тогда продолжаем движение. Сегодня... А, кстати, у нас уже новый день начался. Оля, знаешь что? А, кстати, вот Лилуш воск кувшинки добыл. Я пойду поисследую паучий клык, паучий яд и воск как раз таки. Оля, тебе вот держи вот это вот. Ой. Да, все, собирай. У тебя же сейчас есть много места. Вон, пойди тлюшку, например, приготовь. Тебе шкварцита немножко. Все. А я пойду пока убургла задание новое возьму. Так, поехали. И изучаем паучий клык. Из Вольфа. Сайенс. Да-да-да, прозвучало сейчас. Точно прозвучало. Насекомий лук, кстати. Тот самый лучший лук в игре, да, был раньше. Трофейная голова паука-волка. Мы, кстати, хотели, по-моему, трофейную комнату сделать, но что-то как-то руки и не дошли. Ребята перестали загружаться у нас на базу, и вот произошла жопа. Так, кинжал из паучьего клыка. Это ядовитый кинжал. Он так себе, на самом деле. Из ларвы, по-моему, меч лучше. И вот это дерьмо под кувшинкой растет. Фонарь из слезевика. Удивительно. Но воск из кувшинки дает фонарь из слезевика. Окей. Так, Бубургл, скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя для нас работа. Искатель чипов расхищения могилы. Найдите чип Бубургла расхищения могилы. Тысячу очков дадут. Это приятно. Искатель чипов храм в джунглях. Тоже берем, две тысячи дадут. И создать клеверный капюшон. Прекрасно. Ну что, давайте-то я тогда к вам возвращаюсь. Оп. Альми на ним покинул игру. Что такое? Опять вылетела? Она хотя бы в этот раз вылетела, а не зависла. Ну, хоть это радует, да. Но, как известно, студия Obsidian это студия, которая не умеет делать хорошие игры, к сожалению. Нет, ребят. Из разработчиков там нету, которые оригинальный Fallout разрабатывали. Там только один человек. Всего лишь. И благодаря этому студия как раз и выпендривается, что они якобы разработчики первой части Fallout'а. Это не так. Вот. Это не более чем маркетинговый ход. К сожалению, студия слабая очень. Как вы видите, ну, в оптимизацию они вообще никак не могут. Увы. Ласты из плавников, ребят, прикиньте. Плавник гребляка. Мы еще не добывали плавник гребляка. У нас уже есть ласты из плавников. Прикольно. Прядь взморника. Плавник гребляка. И воск листа кувшинки. И у нас будет плюс скорость плавания. То есть у нас появились ласты. Добро пожаловать в Сабнаутику, да? Да. Так, что там? Криверный капюшон нужен? Оказывается, Алина. Да, криверный капюшон. Сейчас нужна веревка одна. Веревка. И делаем криверный капюшон. Все, криверный капюшон сделали. 250 с Саенса получили. И выкидываем это сюда. Уронить. Ага, в общий мусор кучу. Так, мы тут гадаем, где у нас находится на самом деле расхищение могилы храм в джунглях. Расхищение могилы, предположение, что это там, где у нас была могила. Единственное, что, по-моему, это не там. Чисто визуально. Пропавший чебургло, по-моему, это уже лабрадория. Похоже, во всяком случае, что это лабрадория, если честно. Ну, там между стенками. А вот нету. Нету, Оля. Нету? Ну, там был. Там записка была. Я помню, но вот сейчас, сейчас там вот что-то, что-то там вот, что-то вот как-то не то. Потому что тут пропавший чебургло, он показывается такое ощущение, что лабрадорий. Хотя, ладно, плевать. Поставим что-нибудь куда-нибудь. Ближайший у нас в любом случае, давай сгоняем, наверное, вот к этому чебургло, который у нас находится близко. Сейчас включить и выключить индикатор HUD. А он не включается и не выключается просто. Прекрасно и замечательно. Вообще никак не реагирует. Ладно, плевать. Альмина присоединяется к игре. Я тогда побежал к краске. Я посмотрю, что это за чебургло. Я не буду подбирать, пусть нам выдастся задание лучше. И мы получим дополнительную са-са-са-сайенс. Ух ты! Яблоко нашел. Нашел Орео. И тут огромное количество мурашек на Орео. Так, это у нас где-то здесь. Надо будет потом все эти метки поставить, наверное. Ну, как обычно, помнишь, мы делали? Ставили метки. Только надо вспомнить, как ставить метки. Так и не вспомнили. Так, рядом с красками. Флажочками, да. Флажочки, точно. Где-то внутри краски прямо у нас был бу-бургл. Это грязный чебургло. Нет, это не то. Грязный. А нам нужен чебургло расхищением могилы и храм в джунглях. Так, хорошо. Ру-рус, ты не поднимай его, ты посмотри, как он называется. Наведись на него. Не подбирай. Главное, не подбирай. Мы дополнительный СССССР хотим получить. Пусть нам лучше потом задание по-на выдается. Так, а там, по-моему, у нас уже вонючий биом. Внезапно просто так лежит. А за что нам дали 100 крупиц и знаний? Она просто на земле лежала. В где? А, увидел, да, 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 увидел. Почти рядом с мечом. Хорошо. Вот рядышком. Я понял. Просто индикатор показывал. Я понял, я уловил. Так, да, дальше вонючий биом я не пройду. Возможно, храм в джунглях это вот этот вот бубургул. Знаешь, что я хотела? Нет. В муравейнике тоже был диск. Чип. А вот Ру-русу там. Муравейники? Я не знаю, он там где-то поблизости с чипом, но куда-то он не туда идет. Там же, помнишь, эти мешочки были, по-моему? Да я помню, но мы в муравейник не сможем спуститься без муравьиного комплекта. Так, стоять, 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 стоять. Вонючий биом зашла, блин. Аккуратней. Аккуратней. А ты не сможешь зайти в муравейник без муравейной брони? Да. Меня уже укусили, да. Потому что тебя там покусают и забьют, и разорвут. А, это все-таки в муравейнике, да, получается, этот бургул? Да. У вас можно... Ну что там, расхищение могил? Расхищение могилы и храм в джунглях. Подожди, возможно, храм в джунглях это между... А может, это в вонючем биоме Лабрадоре это самое, нет? Не знаю. Или в джунглях это, наверное... Это то самое, которое... Да, это оно? О, муравейникан на меня напал, между прочим, сразу же. Хотя я не в муравейнике, я снаружи. Боевые муравьи на меня напали. Две штуки. Снаружи муравейника. Нам срочно нужно устроить геноцид муравьев и, короче, взять муравьиную броню. Но, да, этот чип, по всей видимости, в муравейнике. Муравейнике. Внизу в самом... Да, видимо, да. Обнаружена угроза, опять-таки. Угроза. Ой-ой-ой, да, бежит за мной мурашка с этими своими мандибулами страшными. Всё, я тогда от него убегаю нафиг. Наша задача, знаешь что? Который прям на востоке, на востоке посмотреть чип. Пропавший чип Бургла. Ну, помнишь, где лабрадория там была? Ну, такая большая там, короче, конструкция, которую мы исследовали прямо в отдельной серии. Вот надо туда сходить, посмотреть. Так, часть муравья у нас исследована. У вас микрофоны выключены, если что. О, бой. Теперь мы стремим. Я убила муравья. Отлично. Всё, мурашки нам нужны, потому что нам нужно действительно делать муравьиную броню. Нам нужна броня, да. Я попробую вот на этот Дальний Восток сгонять. Посмотрю, что там у нас находится в целом. О, опять метли. О, попробую сейчас подобывать эту колючку. А теперь иглы добываются, кстати, руками. Раньше нужно было именно ломать, а теперь они добывают. А что, я побить, например, эту штуку не могу. Нет, раньше мы действительно били, а теперь прям нужно с него самого по одной иголочке вот так вот соб... О-о-о-о. Исследовать надо. Это у нас, по идее, должны быть стрелы. Ладно, по дороге исследуем. Погоди, это кто такие? Это что, светлячки, что ли? Они дерутся с нами, нет? Светлячки. Они светятся. У них жопа светится. Я к ним подхожу, у них жопы светятся. Представляешь, светлячков нашел. Ух ты. Они прикольные, правда. Так, надо зафиксировать место. А пока убивать их не буду. Вот. Но надо запомнить, что светлячки появились в игре. Я, кстати, не знал, что светлячки. Я тоже не помню. Так, я сейчас в месте, где у нас раньше была база, плюс-минус. Угу. Тут одуваны рядом растут, желтые, правда. Но в целом... В целом, я думаю, здесь базу можно будет снова организовать, наверное. Но я не вижу места лучше просто. Если я до нее дойду, то можем организовать. Это да, это да. Так, здесь у нас дверь. Не знаю, открываться она будет уже или нет. Ну, по-моему, после прохождения лаборатория открывается. Может быть. Ну, помнишь, у нас она была закрытая? Ну, она сверху должна открываться. Так. Тебе нужна... Там, по-моему, есть веточка, на которой можно... Мне нужно убежать нафиг от паука, который мне только что больше половины хп снес с одного удара и спустился вниз. Так, ну я в воду не могу. Да, желтый. Да, ты можешь в воду. Ой, там же еще ягодки. Еще и ягодки, да, здесь есть со смякотью. Ну, пока я... С кожей. Кожей ягоды. Кожей ягоды, да. Так, мне нужно фонарь сделать. Как делается фонарь? Инструменты. Там, по-моему, пара веревок. А я вот из слезняка могу сделать фонарь. Можешь. Пакет. Ну, он там светит плохо. Говно, конечно, но лучше, чем ничего, в любом случае. Так, теперь нужно аккуратно пройти. То, что написано, Альмина предает Лилуша, ребята, это нормально. Это мы получаем мутацию надежный друг. Как бы это странно не звучало, но это так, да. Слушай, а я, по-моему, не туда пошел. Не, ну это по-любому та самая база. По-любому, по-любому. Ну, и я думаю, что нам пока туда все-таки рано. Повыше. Тебе не к базе надо. К базе, к базе. Но имейте в виду к этой, которая в кустах. К базе. Не в базе тебе нужна. Тебе нужна пещерочка маленькая. Нет, нет. Потому что она не отображается. А тот чип отображается. Или, погоди, ты хочешь сказать, что здесь пещера, она все еще осталась? И, возможно, там какой-то секретный бургл-щит, который... Ой, этот... Чип, который не отображается на карте? Я сомневаюсь. Ну, там же что-то есть. Ну, хорошо, давай скажу. Так, я нашел эту щель. Я вхожу в щель. Здесь все части мурашки есть. Есть инструкция по изготовлению муравьиного тотема. Внезапно. Инструкция по изготовлению... Да. По-моему, там чисто... Тогда-то были просто... Какой-то листочек с непонятным названием. Пять секунд. Так, муравьиная дубина. Ой, не лучше я забыл. Исследовать. Умирай. Подбежишь, потом заберешь вещи. Что здесь еще есть? Есть рюкзак, в который 10 голов муравьев. Ну, они нам пригодятся. Они-то нам пригодятся. Вот только... И части муравьев я, собственно, пособираю. Сейчас я посмотрю, в каком количестве они здесь разбросаны. Блин, эти факелы, на самом деле, они... Это очень быстро заканчиваются, вот эти факелы. Да, очень. Прям супербыстро. Так, создать опять-таки факел. А у меня не хватает ресурсов. Проклятие. Пипятка, темно. Тихо, тихо, тихо. Можно проползти рядом с пауком. Прям вообще проползти. А Тля меня видит. А паук нет. Тля внимательнее, чем паук. Ну, Тля просто не спит. Если бы паук меня видел, он бы, наверное, меня тоже грохнул. Так, сейчас я пособираю. Мне чуть-чуть нужно травушки-муравушки. И я смогу сделать полноценный факел. Да, слушай, факел светит намного сильнее. Намного-намного. Лилуша обнаружил раш. Раш, это, по-моему... Это, это, лягушка. Да. Паук, кстати, развернулся. Ты смотри на него, блин, стоит, блин. Нормально, видишь, я прополз рядом с ним. Можно проползти. Не проехать, не пройти. Смотри, блин, обнагленно. Не проехать, не пройти, но проползти можно. Все хорошо. Все, я остатки собираю. Он обьет. Вот здесь у нас тотем. Блин, он на меня смотрит. Ну и в нафиг. Ничего страшного. Если он спит, то можно обойти, Оль. А сюда внутрь он, я не знаю, кстати, заберется, не заберется. Да, это не важно. Так, ну в целом все. Больше здесь ничего нет. Что за Тафни? Дафни. Дафни, что это? Те летающие пузырьки. Какие летающие пузырьки? А, которые в воде, но когда их только ввели, они летали повсюду? Везде. Комар в воздухе завис. Блоха. Блоха водяная. Да, 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 водяная блоха. Дафни это водяная блоха. Все, давайте, давайте это, поставим... О, это летающие светлячки, что ли? Вау! Это правда летающие светлячки. Спасайте. А, Ру-Русы надо спасти, да. Оль, добежишь? Наверное. Там москита. Ничего страшного. Летает. Большой летает. Кто большой? Светлячки летают. Светлячки точно летают. Рядом с краном. Поднимай Ру-Русу. Поднимаешь? Ты мутацию выстрелила? Выстрелила мутацию. Да. Все верно. Так, 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 поднимайся. Поднимайся. Так, а Оля у нас... О, все, отвисла. Прекрасно. Отвисла. Так, но он якобы, якобы, да, но на самом деле нет. Это он так прячется. Без шуток. Так работает. Комар. Москита. Но если хотите, попробуем поубивать. Я попробую по таймингу его поймать. Давайте, попробуем. Страшное слезание. Ну, страшно, не страшно. Все, погнали. Он уже на меня напал. Он не на меня напал, он Альмина убил. Поднимаем. Отвлекай, отвлекай его. Жрите эти. Ну, жрите вы... Лечилки. Че ж вы лечилки-то не жрете? Давай, вставай, вставай, вставай. Хорошо, что у нас мутация друга есть. Оля, ну защити меня, пожалуйста. Он, кстати, сильно бьет. Он очень сильно бьет. Давайте тогда валим отсюда, нафиг. Не-не-не, валим-валим-валим. Поднимаем хопс и бежим. Если... Поднимите, потому что она подвезла. О, все нормально. Живо. Живем. Нормально, я защитился. Убегаем. Все, текай с села. Текаем с городу. Давай, вообще ужас. Слушай, я на самом деле в этой... Божьей коровке в броне нормально. Оно бежит за нами. Бежит, причем по воздуху. Бежать по воздуху, это летит. Летит. Оно летит за нами. Оно продолжает лететь за нами. Бежим. У меня выносливость закончилась, кстати. Без шуток. У меня тоже. Так, восстановил немножко. Продолжаем убегать. Продолжаем. Бежим. Можно же листик спрятаться. Бежим, не оборачиваемся. Бежим, не оборачиваемся и пугаемся. Там, по-моему, впереди где-то он еще один должен быть. Убежали? Мы, по-моему, убежали. Ааа, Лоша, оно к тебе, по-моему. Нет, нет. Ой, оно ко мне. Оно ко мне. Оно убьет меня. Убежали, но не все. Да. Аааа. Лоша, его можно убить, оно так застряло, там хорошо. Нет, нет. Нельзя. Я пытался. Лилуш, не сай. Лилуш, помогай, да. Почему оно не отагривается, кстати? Я не знаю. Вот раньше такого не было, а теперь они, видимо, до Талова бегут. Видишь, оно должно отагриваться. Давай, давай. Все. Хоть кого-то поднимай. Тебе сожрут. Кого-нибудь. Альмину лучше. Она, да. Теперь меня поднимайте. Один умирает, другой поднимает. Все хорошо. Теперь Лилуша, быстро, быстро, быстро. Да елки-палки, не успеваешь. Да я же подняла. Да не подняла ты. Да не подняла ты. Ну все. Я поднимаю. Ну вот и все. Я трижды до конца докрутила меня. Ну значит не зажимала. Или все через жопу. Это наша первая гибель. Первая смерть от комара. От комара. Я же говорил, что это они так прячутся. Они, ну да. Все. Оля у нас минус. Я у нас минус. И еще будет минус у нас Рурус. Возрождение. А возрождение у нас... У меня было возрождение здесь. А у вас я не знаю где. Все плохо. Все плохо. Вольф? Нет. А чего? Возле реки. А, зависло. Нет. Пока нет. Пока нет. Так, ну у меня, смотри, у меня остался комплект одежды и плюс оружие, которое я держу в руках, то есть каменный топор и все. Что такое? Вольф? Вольф. Вольф. Он за жопу меня просто. Ну, Оль, я до тебя не дойду, извини. Ф. Ребят, Ф Оли. Да. Вторая Ф. Так, Рурусу, нужно освещение. Раз, два, три. Я пробую против Камара драться, но он меня сильно втащил. Все, он меня убил. К сожалению, они слишком много бьют, слушайте. Прям вообще жестко. Он там раза три ударил тебя. Ну, так он бьет тройной атакой, вот в этом проблема. Ну, я взял дубину, просто мощную муравьину. Как он мимо пролетел. Кстати, москит, не комар, но я по нему два раза ударю. Поднимайте меня, поднимайте, у меня дубина, я буду его просто набивать. Вы меня будете поднимать, я буду его набивать. Все хорошо сейчас будет у нас. Или не будет. Поднимай. Поднимай Рурусу, я отвлекаю пока. Их два. Как два? Опять проклятие. Да, были... Мало было в игре пауков. Добавили еще комаров. Все умерли, да? Опять? Игра подвисла вовремя. Ясненько. Да, да. Оружие, инструменты ломаются, изнашиваются при гибели. Вот такие вот пирожочки с котятами. Трагедия. А можно уничтожить предмет? Да, можно уничтожить, кстати, предмет, если что. Чиниться, смотри. Починить. Починить. Правой кнопкой. Починить. Ага. Топор, кстати, каменный. Обычные шкварцы там чинятся. Не очень приятно. Клевер, клевер. Копье. Ладно, будем с дубиной ходить. Хотя бы обычное, муравьиное, но ладно. Хотелось бы покруче дубину. Давайте здесь... Класси, ты на копье нужен. Может, здесь спавн поставить? Где? Ну, имеется в виду, здесь где-нибудь спать, да. Можно. Давайте поставим здесь спальник, пусть пригодится. Вот эти, да, будут? Вот эти штучки. Какие? Я помню, тут не было. А дуваны? А дуванчик. Не было. Я помню, тут не было. Не было. Давай прямо рядом с дуванчиком. Запихнули сюда. Ой, до всякого говна позапихали уже... Уже сколько. Так. Наверное. Давай, я задам место... Все, я задал место возрождения здесь. Давайте так и поступим. Все, пока что пусть будет тут. Пойдет. В будущем мы все равно здесь будем жить, скорее всего. Надо панчо починить. Так, пробуем по двум ударить сразу. По-моему, не бьется по двум. То есть раньше билось, теперь, по-моему, нет. Возможно, это, знаешь, что надо прокачивать, надо. Возможно, согласен. Но раньше как-то оно было просто. Так. Да. Слушай, ну что, мы сегодня убили, короче, паука. Мы огребли от этих... От комаров. Нам нужно где-нибудь найти Чибургло Расхищение Могилы и Чибургло Храм в джунглях. Вот, попробуем это сделать уже в следующий раз. Почините себе бронюку. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Пока.